Круглый стол по вопросам наркомании – неформальность. Его участники хотят выработать дальнейший план. Впереди школьные каникулы. В это время дети порой предоставлены сами себе, а значит, велика вероятность того, что кто-нибудь может попасть под дурное влияние и, как говорится, под сесть на иглу. Первую встречу такого формата провели в развилковском поселении. Здесь есть такая проблема, и они говорят, что здесь есть случаи, в том числе продажи и распространения наркотиков, хотя невысокий процент. Но, тем не менее, мы решили начать с развилки, потому что здесь большая школа, одна из самых крупных, и колледж Москвы. В Ленинском районе ведется активная работа по борьбе с наркотиками, о чем и доложил начальник управления территориальной безопасности ГООЧС Владимир Дмитрашко. Он отметил, что большую помощь в борьбе с распространением наркотиков оказывает вновь восстановленная народная дружина. Увеличение числа жителей, расширение заселенных территорий и, как следствие, возрастание нагрузки на участковых. Помощь дружин в таком случае велика. Сейчас их две – в развилке и Молокове. Важный факт – наркотики меняют свой состав, становятся все более синтезированными. И вот на рынке спайсы. О пагубном действии на организм которых знает даже самый незаинтересованный человек. Модный наркотик доступен молодежи, да еще и продажи на каждом шагу. Интернет, телефоны на стене, закладки. Проблема сложна, и быстро решить ее невозможно. С детьми работать надо, надо, да. Встречаться с родителями надо, надо. Работать в интернете надо, надо. Бороться с правоохранительным орденом надо, надо. Стоит отметить, что молодежь, пришедшая на встречу, это подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Та самая группа риска. Ребятам было интересно участвовать в дискуссии. Они были любопытны и смело выражали свои мнения. Меня зовут Кирилл, и я выражу мнение всех из своей группы. Мы считаем, что наркотики – это вообще плохая вещь. Но зачем гробить себя и гробить свое здоровье, если ты можешь заниматься спортом, где-то копаться в машинах, заниматься чем-то интересным. Илона Броневицкая, общественный деятель, также приняла участие в этой встрече. Ребята засыпали ее вопросами. Спор – это самое лучшее, потому что споря, ты сам для себя этот вопрос расширяешь. Потому что только споря, ты углубляешься в это. А потом дальше, может быть, ты, уйдя отсюда, что-то для себя подработаешь. Поймешь, где ты чего-то не понимал. Комплексное решение проблемы – единственный верный вариант в борьбе с наркоманией. Но начинать надо с профилактики. Такие круглые столы до начала летних каникул пройдут на территории Ленинского района еще не один раз. Екатерина Чернышева и Ядамия, Видное ТВ.